Березовый стякок, знак единства и солидарности, День государственных символов отмечают в Казахстане. В торжественной церемонии поднятия флага принял участие Хасанжо Мартукаев, где вручил офицерские погоны лучшим выпускникам военных вузов. Репортаж Дельнас Насекеновой. В этном мемориальном комплексе Атамикен в воздухе царила патриотическая атмосфера. Там парадные мундиры, рота почетного караула, торжественный марш. Касым Жумар Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил, что этот знаменательный праздник олицетворяет укрепление нашей государственности. Отдельно подчеркнул президент заслугу наших спортсменов. Благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах. Недавно первая казахская альпинистка вновь подняла наше знамя над самой высокой точкой мира – горой Эверест. Приближаются летние Олимпийские игры. Уверен, в честь побед наших спортсменов небесно-голубое полотнище не раз взметнется ввысь над аренами Парижа. Президент уверен, благодаря нашим достижениям бирюзовый стя Казахстана во всем мире воспринимается как знак единства и солидарности. Мы установили дружеские отношения со всеми странами мира. Сегодня мы все вместе строим справедливый Казахстан, общество, в котором каждому предоставлены равные возможности. Мы встали на путь обновления общественного сознания и формирования нового качества нации. Реализация всего намеченного задача не из легких. Для этого нам прежде всего необходима сплоченность. Народ Казахстана связан одной судьбой и общим будущим. Объединившись под небесно-голубым флагом, мы обязательно достигнем намеченных целей. По словам Токаева, флаг, герб и гимн объединяют всех граждан как в дни испытаний, так и во время триумфальных побед. Присвоение воинских званий в День государственных символов стало доброй традицией, отметил президент. Он также указал на значимость того, что военнослужащие избрали свои жизненные миссии в защиту Родины. Для каждого мужчины охрана спокойствия своей страны – священный долг. Такие патриотично настроенные и верные своему долгу воины, как вы, вселяют в нас уверенность в светлом будущем Казахстана. Нет никаких сомнений в том, что вы будете хранить верность присяге и неусыпно охранять рубежи страны. Всегда будьте достойны славы казахского солдата. Кроме того, президент лично вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. В завершении роты почетного караула службы госохраны, Министерства обороны и внутренних дел прошли торжественным маршем.